Приветствую вас, и давайте мы с вами условно разделим проблему на несколько частей. Первая из этих частей заключается в том, как и сказал мой коллега, что у вас могут быть определенные комплексы, застенчивость, коммуникационные навыки и прочее. То есть здесь наличие определенных блоков в налаживании связи с людьми. В этом случае работать нужно с тем, что эти блоки организовала. В этом случае работать нужно с тем временным промежутком, когда у вас эти блоки образовывались. Идут они, скорее всего, из вашего детства, из детско-радительских отношений, либо из подросткового возраста. Вторая часть проблемы заключается в том, что у вас нет средств для налаживания общения с людьми, для налаживания дружеского взаимодействия с людьми. То есть, как таковых комплексов у вас нет, никаких блоков для построения взаимодействия с людьми у вас тоже нет. Но вам хорошо общаться, вам хорошо общаться с собой, вам хорошо наединить с собой, но вот только не нравится вам такое положение, и вам хотелось бы как-то его исправить. В таком случае можно говорить об интересах. Людей всегда объединяет несколько основных моментов, которые можно разделить на деятельность и случай. Деятельность – это то, с чем человек занимается, при этом сама по себе деятельность может быть самой разной. Но лучше всего, если эта деятельность не связана с работой. То есть, не связана с тем, когда, например, люди по какой-то причине, например, от деятельности ожидают, скажем, определенной выгоды. В таком случае вам нужно определить свои интересы и двигаться в направлении этих самых интересов, так, чтобы за счет них реализовываться самой. И, таким образом, ну, скажем так, общаться с другими людьми, которые разделяют ваши интересы. И именно интересы, ваше общее занятие, общая деятельность станет тем объединяющим фактором, который позволит вам действовать в направлении построения дружеских отношений. Вот, казалось бы, нашли вы свое хобби, казалось бы, нашли вы то, чем вы хотели заниматься, но все равно нету дружбы. То есть, как строить отношения дальше, после того, как, скажем, человек, подходящий к вам, встретился. Как строить отношения дальше? Для этого нужно придерживаться ряда, я бы сказал, не правил, а ряда установок. Установки, они касаются вашего проявления, вашей реакции на то, как проявляют себя другие люди. Например, в процессе деятельности вы заметили, что вам хорошо общаться с одним из людей, с одним из людей, которые вас окружают. Но вы не знаете, вдруг он вам или нет. Чтобы проверить это, общайтесь с ним, 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 пока в один момент, в один прекрасный момент, человек не решит обратиться к вам за помощью. Или вы не решите у него о чем-то попросить. Если человек не обращается к нам за помощью, то вам, для того, чтобы понять, как он с ним относится, можно сделать это самостоятельно. То есть самостоятельно попросить человека вам о чем-то помочь. И дальше посмотрите на реакцию, на его реакцию в том, как он будет себя вести. Если не захочет помочь, откажется помогать. Это поведение не всегда и не обязательно негативное. Человеку нужно обосновать свое нежелание, помогать. Например, он может сказать, что вы с этим справитесь самостоятельно. Например, он может сказать, что вы можете сделать это сами и тем самым немножечко прибавить в личностном росте. Человек может сказать, что он не может вам помочь, что если нет возможности такой. И тогда это воспринимать нужно как нормальное поведение. Но если на второй раз, когда вы попросите помочь человеку, он только сказал, что помочь не может. При этом вы точно знаете, что у него есть возможность вам помочь. Это значит, что человек не желает для вас ничего делать и полагаться на него не стоит. Если человек вам все-таки помог, но при этом постоянно вспоминает об этом. Это значит, что помощь вам была оказана с целью дальнейшего апеллирования к ней. То есть при каждом и другом случае человек будет говорить вам, вот как он вам помог, вот как вы ему должны быть благодарны и помогать ему. Поэтому в таком случае очень часто бывает так, что помощи это во много раз меньше, чем то, что человек требует от вас за нее взамен. Не сложно, наверное, догадаться, что в таком случае с человеком тоже не стоит общаться и не стоит имближаться, он вас использует. Если человек вам помог и забыл, не вспоминает об этом, а продолжает с вами дальше общаться, так же, как общался до этого, то есть самый лучший вариант, при котором наличие друзейских отношений наиболее вероятно. Если человек после помощи вам не вспоминает о том, что он помог, но при этом общается с вами по-другому, значит, вы по какой-то причине стали восприниматься им немножечко иначе. В этом случае важно дать понять, что вы не стараетесь постоянно просить у него помощи, а вообще говоря, попросили в качестве исключения. И если человек боится, что вы станете его использовать постоянно, просить помощи, то он со временем расслабится и ваше сообщение станет более открытым и доверительным. То есть человек поймет, что вы будете просить у него помощи только в случае крайней необходимости, а не просто так. А если человек все равно, вот вы ему это показали, но человек все равно общается с вами не так, как раньше, то значит, он просто перестал вас уважать, он не считает вас равным себе и в этом случае общение между вами невозможно. Теперь предположим, что человек вам сам обратил к вам за помощью. То есть, в первом случае вы просили о помощи, а теперь человек к вам обращается за помощью, промышленное зданиество вас. А в этом случае действует в принципе все то же самое, только с учетом поменявшихся позиций. То есть теперь уже вы выступаете с объектом помощи для человека. Если человек просит вас помочь постоянно, то я знаю, что он вами пользуется и общаться с ним не стоит. Если человек просит вас о помощи, когда действительно ему нужно, помогите ему, тем самым вы расположите его к себе. Очень важно помогать людям в этом случае, если не для чего-то, а просто так. Безусловно, бескорыстно, тогда и дружба ваша достаточно легко и стремительно, а главное естественно, сама собой вырастет из подобных отношений. Предположим, что вами действительно движет страх, то есть вы не можете налаживать связи с людьми. В этом случае можно говорить о неуверенности в себе. Если есть неуверенность в себе, надо понять, в чем именно вы не уверены и ставить себе соответствующие цели, как раз таки в всех сферах, в которых вы не уверены. И разбивая цели на задачи, анализируя средства, условия и требования этих задач, последовательно выполнять каждую из них, чтобы двигаться к достижению этой цели, и тем самым повышая свою уверенность в себе. Также отдельно хочется сказать, что для общения с другими людьми, то есть что значит общение? Общение это общекоренное слово со словом общий, то есть что-то общее, чем больше у вас обобщения, вашего опыта, тем лучше общение с другими людьми. И тем больше общения с другими людьми, тем больше вашего личного обобщения опыта, потому что опыт других людей и их мыслей можно обобщить. И это вот такой взаимозависимый процесс обобщения идет. Чем больше вы обобщаетесь с собственным опытом, тем вам легче общаться с другими людьми. Чем вам легче общаться с другими людьми, тем лучше обобщается ваш опыт, потому что в каких-то моментах вы всегда можете потерпнуть из опыта других людей, и тем самым воспользоваться их опытом. А здесь этот момент для вас понятен, что нужно для обобщения? Для обобщения нужно иметь понятие, для обобщения нужно повышаться у кругозор, для обобщения вашего личного опыта, нужно постоянно развиваться, постоянно узнавать что-то новое, постоянно двигаться куда-то вперед, не сидеть на месте и не заниматься теми вещами, которые ничего полезного вам для себя не несут. Также очень важно иметь хотя бы начальные познания, начальные какие-то сведения о максимальном количестве возможных для вас с тем, на которые вы, вероятнее всего, сможете поговорить с потенциальными друзьями. В первую очередь, это, конечно, объект вашего хобби, ваших интересов. Во вторую очередь, это все темы, смешанные с вашими интересами, то есть находящиеся вблизи, но не являющиеся уже как таковыми вашими интересами. И вот чем больше вот этих вот ответвлений у вас будет, тем легче вам будет на самом деле найти общий язык с людьми. То есть, это во многом зависит еще и от вашего кругозора. конечно, рассчитать свой кругозор, повышать его нужно в том, что вам интересно. Потому что человек лучше всего запоминает, понимает и усваивает то, в чем он нуждается и то, в чем есть его потребность. То, что у него вызывает живое любопытство. Если подобного отношения к новым знаниям нет, то знания, ну, будут мертвым грузом и не отложатся в памяти, и очень быстро забудут с вами и в итоге не принесут никакой пользы. Поэтому нужно обращать внимание на то, что, во-первых, интересно тому кругу, ну, тому общественному кругу, к которому вы находитесь ближе всего, что интересно вам, и искать компромисс где-то между этими двумя полюсами. То есть, искать что-то смежное, что-то такое, знаете, общее между этими двумя крайностями, условно говоря. Поэтому все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы можете сделать его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова